2 августа 2015 года Международное сообщество в лице Организации Объединённых Наций одобрило цель устойчивого развития. Что это? Очередной триумф в технократии? Или это действительно новая отправная точка прогресса для всего человечества и улучшения условий жизни всех акторов? Лично я уверена, что это новая отправная точка. Почему? Необходим небольшой искусств в истории. На саммите в Яхан-Эсбурге в 2002 году члены ООН, а это значит все страны мира, приняли всемирные цели развития. Ещё один технократический термин. И все были в восторге, потому что у нас впервые появился реальный вектор развития на 15 лет вперёд, до 2015 года, а с 2002 по 2015 год. Но для меня это было знаком не прогресса, а регресса. Почему? Потому что во время действия комиссии Брундланд, то есть до саммита 1992 года, до конференции в Рио, тогдашние участники окончательно объединили окружающую среду и развитие. И в своё время было изобретено словосочетание устойчивое развитие. И оказывается, в Яхан-Эсбурге мы повторили тот же самый путь. С одной стороны, окружающая среда с климатическими конвенциями, с конвенциями об разнообразии, об опустынении. И с другой стороны, всемирные цели развития, то есть развитие. Это был небольшой регресс в теории, но на практике он имел огромное количество последствий. Крупное последствие, которое нам известно больше всего, это неудачный саммит в Копенгагене. Почему он стал неудачным? Потому что произошло противопоставление, противостояние между окружающей средой и развитием. Почему развивающиеся, то есть бедные страны, обратились к странам, которые хотели стабилизировать выбросы углекислого газа? Это всё хорошо, но как мы будем обеспечивать наше развитие? Это вы загрязнили планету индустриализации, а затем вы просите нас заплатить вместе с вами за вред, нанесённый вашим собственным развитием, вашей цивилизацией, в то время как у нас до сих пор не искоренена бедность и так далее. Думаю, что международное сообщество поняло эту идею, и что на саммите в 2012 году были приняты новые цели, и мы вновь вернулись к выражению, словосочетанию, к устойчивому развитию. К устойчивому развитию теперь у нас есть цель устойчивого развития. На самом деле это не технократия. Это первое замечание. Второе замечание. Почему все акторы, как государственные, так и негосударственные, почему все они должны работать вместе? Прежде всего, давайте на секунду остановимся. Это абсолютно невероятное утверждение. Говорить, что все будут работать вместе. На данный момент это означает, что 7,5 миллиардов человек, то есть 4 миллиарда взрослых, возьмутся и заработают вместе. Но ведь это действительно так. Почему нет? Фактически все эти акторы представляют собой не только сообщества, организации объединенных наций, то есть государства, разумеется, потому что организации объединенных наций – это государства, но и все другие окружающие сообщества, местные власти, неправительственные организации, региозные организации, профсоюзы. Это также означает обычных граждан. И теперь, с приходом цифровой революции, обычные граждане обсуждают судьбы мира через интернет и во всех соцсетях. Это стало поле на революции. Все эти акторы собрались вместе для достижения целей устойчивого развития, для того, наконец, чтобы поставить перед собой общую цель, чтобы развивать человечество, то есть дать человечеству, во-первых, то, что в XVIII веке называли счастьем, а во-вторых, то, что сегодня называется развитием. И то, и другое. И счастье, и развитие, я считаю, все это очень важным, потому что развитие должно быть не только количественным, но и качественным. Итак, что же это такое магия целеустойчивого развития? Во-первых, это задачи, реальные задачи, которые касаются как развития, так и окружающей среды. Существует цель, например, искоренения бедности. Это первое. Это некая базовая цель, если угодно. Что касается океанов, существует цель защиты океанов. Существует цель поддержания устойчивости нашего климата. Есть цель справедливости и мира. Есть цель сохранения биоразнообразия, которые в настоящий момент находятся под угрозой. И так далее, и тому подобное. Итого 16. Есть еще одна, о которой я расскажу позже. Это целеустойчивого развития номер 17, унифицирующая. Это зацель, которая действительно объединяет человеческое сообщество. И это крайне важно. Кроме того, у каждой цель устойчивого развития есть свои показатели. И они также очень важны. Почему они важны? Это означает, что цели устойчивого развития одинаковы для всех, и что каждая страна и каждое сообщество должны измерять собственный прогресс. Измеряют этот прогресс международные статистические институты, сотрудничающие с Организацией Объединенных Наций, и национальные статистические институты. И сегодня у нас имеется определенное количество показателей, 234 показателя, которые помогут нам продвигаться вперед равномерно. Но почему равномерный прогресс также является следствием меньшего внимания к окружающей среде с одной стороны и развития с другой стороны? До этого, в 1980-х годах, и сразу после деколонизации, если точнее, измерялся прогресс развивающихся стран. В конечном итоге стало ясно, что богатые страны уже богаты, и их прогресс гораздо в меньшей степени нуждался в измерении. Их прогресс экономический измерялся по воловому национальному продукту. Но было гораздо меньше необходимости измерять их человеческий прогресс, их прогресс в образовании, в области счастья, о котором я говорила, в благополучии, в качестве жизни. И это очень важно, потому что теперь существует общий показатель целей устойчивого развития для всех стран. Таким образом, цели устойчивого развития обеспечивают равенство. И все-таки, что же отличает цели устойчивого развития от других показателей, о которых я уже говорила, таких как воловой национальный продукт? Общее благо. Что это такое общее благо? Это ресурсы, которые должны сохраняться и кормить население миром, которое вскоре достигнет 9 миллиардов человек. Ресурсы, которые, как вы знаете, которые на сегодняшний день все больше сокращаются и которыми люди могут управлять совместно. Общее благо. Это фраза, которую в течение 30 лет упоминали на международных конференциях. Но лишь с внедрением цели устойчивого развития она может превратиться в реальность. И сегодня мы можем сказать, что фраза «обеспечить общее благо» полностью воплощена в этих целях устойчивого развития. Одна из целей устойчивого развития воплощает это общее благо и объединяет некоторые другие цели. Существует 16 специализированных задач, а 17-я цель устойчивого развития, номер 17, это цель партнерства. В Йоганнесбурге, а затем в Рио-де-Жанейро в рамках празднования 20-летней годовщины Рио-де-Жанейрской конференции мы договорились о партнерстве в интересах устойчивого развития. Цель номер 17 – это партнерство в области устойчивого развития. Это означает, что предприятие, а это очень важно, и очень, кстати, дорого ООН, так как нельзя путать общее благо и общественные блага. Частные цели для частных мер действий могут способствовать общему благу, точно так же, как государственные чиновники прибегают к частным субъектам для обеспечения этого общего блага. Таким образом, имеются предприятия, местные власти, и они приобретают все большую силу. Посмотрите, например, на выход такого государства, как Соединенные Штаты, из Парижского договора, или желание выйти из него, так как они еще не вышли. Это фактически пример местных властей, поскольку США – это федерация штатов, в каждом из которых есть крупные города, и все они являются акторами. Неправительственные организации и другие субъекты также крайне важны, так как неправительственные организации являются стимулами устойчивого развития. Для государственной перспективы важное значение имеет религиозная организация, особенно для Южной Америки. Кроме того, профсоюзы, выступающие за социальную составляющую устойчивого развития, очень активны в достижении цели устойчивого развития в социальной сфере. И так далее, и так далее. Именно мы создали Комитет 21. Мы в Комитете являемся лишь небольшой группой по устойчивому развитию, неким семинаром по сравнению со всеми этими акторами. Я всегда склонна говорить, что цель устойчивого развития – это светлый этап глобализации. Да, существует темная сторона. Все эти драмы, связанные с последствиями глобального потепления, финансиализации, драмы, связанные с близорукостью стратегии развития, в краскосрочной перспективе. Но есть и светлая сторона. Сейчас все участники формируют видение для всего человечества на 15-летний срок и улучшение жизни всего человеческого рода. Вот поэтому цель устойчивого развития – это скорее развитие человека, чем просто развитие. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok